Всем привет, с вами Содерлинг, и вышло уже 6 серий отеля Хасбин, которые можно посмотреть в нашей озвучке в моем телеграме. И если вы хотите в числе первых увидеть финал первого сезона в эту пятницу, обязательно подписывайтесь туда по ссылочке в описании. Алластер. Демон, который лишь попал в ад, туже свергнул толпу оверлордов, захватил души Хаска и, вероятно, Нифти, внезапно и сам оказался лишь игрушкой в чьих-то руках. Громкие слова того, кто сам на привязи. И по какой-то причине все фанаты тут же решили, что он служит Лилит, просто потому что они оба пропали на 7 лет. Мы говорим о неком некто, кто бегает по городу после 7 лет отсутствия. Всего-то 7 лет. Но вы реально думаете, что Вивзипо пришел в первой же серии, и нам чуть ли не прямо сказать, что два самых загадочных персонажа отеля Хасбин связаны и работают вместе? Если так и будет, я буду крайне разочарован. Что они делали? 7 лет целовались там вдвоем в комнатке в заперти? Он же асексуал. Если они просто сотрудничают, то зачем пропали вдвоем на 7 лет? Не ведитесь, ребят. Если на это обратил внимание весь интернет, то очевидно, что это сценаристский байт. Намек, чтобы нас запутать. И на самом же деле, 7 лет назад в аду, скорее всего, просто произошло некое значимое событие, которое в корне все поменяло. Если вспомнить историю из первой серии, Лилит развивала ад лишь до начала истреблений, а затем говорится, что ее дело продолжило Чарли. И ее мечта была передана ее драгоценной дочери. Будто бы именно в тот момент Лилит и пропала. Что если первое истребление произошло всего 7 лет назад? Подумайте. Лишь недавно был убит первый ангел. Вряд ли и Чарли сто лет терпела ежегодные зачистки. Да и Адам с его характером не сумел бы веками скрывать идущую войну, раз он проболтался при первом же удобном случае. Лилит всю свою жизнь положила на развитие и поддержание своего королевства. И когда Адам объявил о надвигающемся истреблении, логично предположить, что девушка вдохновила весь ад дать им отпор. Сказала сопротивляться. Но все было тщетно. Даже самые могущественные демоны не в силах были убить ангелов. В тот день погибло огромное количество ее поданных. И вместе с ними пропала и Лилит. Алла сторожи все боялись и восхищались им. Даже на всемайке можно найти огромное количество мерча с ним. Футболки, толстовки, костюмы, куртки, рюкзаки. Ведь здесь вы найдете одежду со всеми вашими любимыми мультиками, фильмами, играми, аниме и мемами. А если не нашли подходящий принт, всегда можно создать свой собственный дизайн в конструкторе. Я вот заказал себе такую толстовку с МОП СИХА 100. Она очень удобная, мягкая и теплая. Есть капюшон и большой карман и выглядит стильно. И если вам нравится принт, то с ним можно заказать и другие товары. Совсем скоро 14 февраля. И в разделе День Святого Валентина можно найти прикольные парные принты для себя и своей половинки. Самое время заказывать. Весьмым промокодом 10124 вы получите скидку на все в 10%, которая суммируется со всеми акциями на сайте. Переходите по ссылочке в описании или сканируйте QR-код на экране. Аластер же, столь гордившийся своей силой, тот самый день истребления 7 лет назад впервые потерпил поражение. Кто-то даже распускал небылицы о том, что ты пал от святых орудий. Подобные слухи не возникают из ниоткуда. Они могут быть преувеличены, переиначены, но где-то в их основе всегда лежит правда. Да и не стал бы древнейший Эверлорд вестись на тупые сплетни. У Аластера даже глаза забегали в этот момент. Скорее всего, хвастливый радиодемон, еще не зная о неуязвимости врагов, хотел проявить себя в битве с ангелами и был серьезно ранен перед множеством следящих за ним демонов, которые впоследствии породили слухи о его гибели. Эти 7 лет Аластер залечивал крайне тяжелые раны и в столь ужасном состоянии попросту не хотел выходить в свет, боясь не в лучшем виде попасть под раздачу. Ангельское оружие нанесло радиодемону сильнейший урон, как физически, так и морально. Скорее всего, за эти годы Аластер значительно ослаб и лишился части своих былых сил, на что и намекал Хаск. Кто в своем уме перейдет мне дорогу? Я хочу сказать, тебя долго не было, и не то чтобы кто-то знал почему. Хоть Аластер старается вести себя как обычно, гордо и хвастливо, не подавая виду, будто что-то произошло, но при этом заметно занервничал при появлении Зестиоля. Держится исключительно за счет своей былой репутации. Я разберусь. Нет, дорогуша, оставь это мне. Аластер намеренно поиздевался над мелкими демонами, чтобы продемонстрировать всему аду, что он все так же силен. Напоминание для всех. Выбрал жертву послабее, поскольку боится столкнуться с Эверлордом в нынешнем состоянии. И хоть он пускает щупальцы, меняет размеры и все еще пугает, с высшими демонами ему не совладать. И в данный момент он ищет способ, как возвыситься, не просто вернуть былую мощь, а достичь уровня ангелов, которым он не ровня. Именно поэтому он так был заинтересован в том, кому же удалось убить истребителя. Поэтому завидует Люциферу с его ангельскими способностями и от досады пытался надавить на его слабую точку, отцовство. И именно поэтому он помогает Чарли, принцессе, которая мечтает открыть грешникам проход в рай, путь к абсолютному могуществу. Алластера никогда не интересовали ни власть, ни деньги. Однако же ему нравится, когда все его боятся и восхищаются им. Когда о нем говорят, интересуются им. И попытки стать ангелом, как ничто другое, вписываются в его мировоззрение. Поскольку еще с самого первого дня в аду он стремился обрести максимальную мощь. И в этом ему с самого начала помогал именно тот, у кого Алластер на привязи. Тот, кто помог ему исцелиться после поражения ангелу. Тот, кто дал ему невероятную силу в первый же день. Тот, о котором я говорил еще полтора года назад. Духи Лоа. Как я подробно рассказывал в своем старом видео, Алластер вудокультист. На что намекают множественные отсылочки к доктору Фасилье, его тени, магия крови, куклы Вуду и все эти символы, которые витают вокруг него во время использования им способностей. Каждый из них обозначает определенного духа Лоа. Так называемые божества культа Вуду, которые помогают людям, заключившим с ними контракт. Взамен на данную ему силу, Алластер им что-то пообещал, вроде постоянной пищи в виде душ или повышения их влияния в аду. И до тех пор, пока он исполняет обещанное, он может свободно действовать, как ему заблагорассудится. Но по факту он действительно на привязи. Так же, как и Хаск, который проиграл свою душу Алластеру именно из-за духов Лоа. Этот кот был оверлордом казино и ставок, что доказывает это заведение на заднем фоне в пилотном эпизоде. А на старых стримах, Вивзевуб рассказывал, что Хаск вырос в Лас-Вегасе, круглые сутки просиживал в казино, и что важнее всего, обожал магические трюки и фокусы. Думаю, эти два хобби породили настоящего гения, непревзойденного жулика, которого никто и никогда не мог обыграть. За это он, скорее всего, и попал в ад. Даже в тот момент, когда Алластер переместил Хаска в отель, у него в руках можно заметить несуществующие карты и дубликаты, когда он уже Б.О. тянулся за выигрышем. Как раз это и позволило котику стать оверлордом. Просто Вадон играл не на деньги, а на души, не побаиваясь рисковать даже своей. Ведь абсолютно был уверен в своей победе. Он столь потрясающий мошенник, что спалить его попросту невозможно. Таким образом, он обыгрывал одного демона за другим, обретая все больше душ, до тех пор, пока не встретил радио демона. Единственного оверлорда со своими малозаметными помощниками. Духи Лоа в виде его тенюшек помогли Алластеру обхитрить самого хитрого мошенника, подсказывая карты котенка и помогая ему хлевать. Именно поэтому Хаск – один из немногих демонов в аду, кто в курсе, почему же радиодемон столь силен. Но осознал это слишком поздно. Связь Алластера с Вуду неоспорима. Но кем же они являются во вселенной Отеля Хасбин? Вивзипоп смешала в один мульт и Библию, и Геетию, и демонологию, и даже духов Лоа вплела, которые, по сути, в рамках своей религии являются богами, создавшими мир и несущими смерть. А в этом мультсериале это боги, живущие вне рая, демоны, не имеющие влияния, или просто духи из иного мира? На данный момент сложно сказать наверняка, однако же они определенно являются важной частью истории Аллстера. И если же он когда-нибудь падет на самое дно, без возможности сдержать условия контракта, эти духи сожрут его за милую душу, ровно так же, как и доктора Василье. Ведь каждый договор имеет последствия. Подписывайтесь на мой телеграм, чтобы не пропустить финал сезона. А на этом сегодня все. Не забудьте поставить лайк и обязательно подписывайтесь на канал. А с вами был Содерлинг. Спасибо за просмотр и пока.